Беготня без правил по проезжей части. Убийство, грабеж. Здесь герой компьютерной игры может умереть и вновь возродиться. В реальности такое невозможно. Это осознают не все люди. По данным российских и зарубежных исследований, только ближе к 20 годам граждане начинают понимать ценность своей жизни. Раньше считалось, что эта концепция между живой и неживой, утонул-вытонул, то есть вот эта обратимость, она формируется у ребенка где-то годам к 12. То есть вот сейчас эти цифры, несмотря на всю акселерацию вроде бы, они отодвинулись к 18, иногда даже к 20 годам. У подростков есть одна забава. О ней нам рассказала девушка, которая 10 лет назад подверглась влиянию. По ее просьбе мы изменили ей голос и не показали лицо. У нас в дворе было много мальчишек, ну и, соответственно, я с ними тусовалась, скажем так. Когда им надоело играть в футбол, когда, ну, в принципе, уже какие-то дворовые игры приелись, они потащили меня бегать перед машинами, собственно. Ну, цель игры была достаточно простая, нужно прибежать как можно ближе к транспорту. Не было ощущения, что это вообще может иметь какие-то последствия, что ты можешь, там, не знаю, тебя могут сбить, да, можешь, там, не знаю, перелом ноги быть, да все что угодно. Оказывается, такое поведение попадает под разряд скрытого суицида. В таких случаях людям кажется, что смерть напрямую произойти не может. Эти люди пытаются каким-то образом проявить себя, занять какую-то, ну, позицию в классе, в микросоциальной или социальной какой-то группе. Соответственно, всегда находятся вот те люди, которые, без кавычки я могу назвать, вот действительно людьми психически нездоровыми, которые начинают устраивать вот эти все забеги и так далее. По мнению специалистов, такие подстрекатели имеют садистские наклонности. Сами чаще всего ни разу не бегали через дорогу. Берут других, так скажем, на слабо. Рязанские водители уже ощутили на себе всю эту проблему. А подростки в этот момент не думают, что они могут испортить окружающим жизнь, что из-за них водитель может оказаться в тюрьме. Я выезжала со стоянки торгового дома «Барс». Ну, благо ехала потихоньку, потому что там всегда достаточно много машин. Ну, горел зеленый светофор, то есть мне надо было поворачивать. И вот пару, наверное, ребят пробежали прямо буквально у меня перед капотом. Я еле успела затормозить. В меня чуть не въехала та машина, которая была сзади. Компания была человек из пяти. Двое перебежали, остальные смотрели на них, веселились и смеялись. Они перебегали очень быстро. Они стояли и поджидали того момента, когда машины тронутся специально для того, чтобы вот именно во время движения пробежать перед машиной. Нет, они на меня не смотрели. Все-таки, мне кажется, их целью было не попасть под машину, но, наверное, испытать какие-то острые ощущения, адреналин. Выход из ситуации есть, и только родители подростков могут его показать. Многие темы придется открыть со своими детьми, в том числе и смерти. Ведь не только через дорогу бегает молодежь. Не так давно стало известно, что дети ставят будильник на час-два ночи, наливают ванную и ложатся в нее. Конечно же, засыпают. Оказывается, все это делается для того, чтобы превратиться в фею Винкса, звезду известного мультика. Так что многим взрослым нужно подумать, достаточно ли времени вы уделяете детям. Ни в коем случае не ругать ребенка, если выяснятся неприятные подробности, понять, выслушать. В особенных случаях требуется обращение к психологу или к психотерапевту. Нужен вот этот диалог. Потому что суицидальное поведение, а вот агрессивное поведение, особенно такое нарочит, это всегда крик о помощи. Крик о том, что есть какой-то вакуум, который создался. Поэтому, если есть возможность пригласить ребенка, сесть и сказать, ты знаешь, я готов покаяться, я отец или я мать, я мало как-то, упустили мы что-то, давай поговорим. Сказать те слова, которые не сказаны. Про любовь, про хорошее отношение, про поддержку, про то, что ребенок может всегда обратиться в конце концов. И что родители это не какая-то там сфера наказания или там пенитенциарная, а это люди, которые поддержат в любой момент, поддержат в радости и горе. Получив поддержку, новое занятие, хобби, человек почувствует себя нужным. Сам подросток, скорее всего, не отреагирует на наш репортаж. Он может стать ключом для родителей. Ведь проблема решается на 100%, если ей заняться. Та же девушка, спустя 10 лет, устроившись в жизни, служит этому подтверждением. И напоследок хотелось бы добавить, водители будьте предельно бдительны, особенно если на обочине стоят дети или подростки. Проблема существует и вам нужно о ней знать.